Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградаре по призванию, винодел по желанию. Сегодня мы с вами будем разговаривать про длительное ображение вина. Достаточно часто встречается ситуация, конечно же, у тех виноделов, у которых еще остались какие-то запасы. Вина, что приходит весна, и вино начинает бродить. Либо оно не останавливалось, а как мы его поставили с осени, так оно все бродит, бродит и бродит. И третий вариант, мы уже все разлили в какие-то емкости, потом открываем, а вино как шампанское. Да, оно игристое, оно пузыристое, оно может даже выстрелить. И вот очень часто вопросы, что с этим делать, можно ли пить такое вино. Вот вино все еще бродит, что делать? Сегодня мы с вами это и разбираем. Много раз я вам рассказывала, что длительное изображение вина вообще зависит от очень многих факторов. Поэтому оно может быть разной. На может быть 2 недели, на может быть 3 недели, а может растягиваться на очень-очень долго. К тому же мы с вами разбирали, что есть два типа брожения. Брожение спиртовое, когда сахар превращается в спирт. И брожение яблочно-молочное, в результате которого, как следует из названия, яблочная кислота превращается в более мягкую молочную. И при этом также идет выделение углекислого газа. И мы видим процесс брожения. Единственное, что у спиртового оно как бы более заметно. У спиртового, как правило, на поверхности будет хотя бы небольшая пенка. Когда яблочно-молочное брожение идет, пенки уже нет. Но если у нас затворы по типу сообщающихся сосудов, то процесс виден. Затворы стоят на разном уровне. Значит, длительное брожение это вообще нормально. А чаще всего, почему так происходит? Потому что идут перепады температур. Мы ставим вино осенью. Мы с вами живем не в очень жарком регионе. Начинает температура понижаться даже в наших погребах, допустим. Если они у нас есть. И брожение замедляется вплоть до полной остановки. Потом, когда становится более тепло, когда появляются такие более благоприятные условия, брожение возобновляется. И вообще считается нормальным вот это самое возобновление. Про виноград говорят, когда сок весной начинает идти по лозе, возобновляется брожение вина. Это такой факт неоспоримый. Кстати, с сидрами, сегодня будут кадры реальных брожений, с яблочными сидрами такая же штука происходит. Несмотря на то, что в яблочных сидрах мы их ставим на натуральных сахарах, которых там 11-12%. И, казалось бы, за пару месяцев все это должно было сбродить. Но, тем не менее, у сидров нормально, если брожение длится до того момента, пока яблони не зацветут. Это абсолютная норма. Да, можно пользоваться культурными дрожжами, которые вам там ровненько за 2 недели, например, все сбродят. Можно пользоваться культурными яблочно-молочными бактериями, которые тоже все вам быстренько-быстренько сбродят. Ну, это как бы ваше право и выбор каждого винодела. Когда мы можем пользоваться тем, что нам дает природа, ну, тогда получается вот такой результат. Сейчас покажу конкретно на примере наших вин. Смотрите, здесь несколько бутылей и все затворы работают. Даже вот этот хорошо булькает. Если в эту бутулю посмотреть, единственное, что отсвечивает. Ну, видно, что пенка, это идет спиртовое брожение. И вот, смотрите, состояние затвора. Это дом, перепады температуры. Зимой здесь не сильно отапливалось, поэтому брожение затармаживалось. Сейчас потеплело и оно возобновилось. Вот, кстати, этот затвор, это сидр, который был поставлен 7 ноября. Ну, как видите, он очень активно бродит. Это у нас подвал. Температуру сейчас не скажу, градусника нету здесь. Ну, более-менее температура постоянная, достаточно прохладная. И, смотрите, вот это сидры. Они здесь бродят всю зиму и бродят очень активно. Причем, это сидры без добавления сахара. Естественно, сахар 11-12 брикс был. Прохладно, брожение медленное. И вот до конца марта оно еще идет. И вообще может идти до того момента, пока не зацветут яблони. Нашла таки градусник, 8 градусов примерно, 7-8. Ну, и здесь вот у нас вот эта зилга почти остановилась. Хотя вот там смесь макузани, маскат блау и кто-то еще активно бродит. Уже в этих отрывочках я вам говорила, повторяюсь еще раз, что вот оставлено все в доме, температура падает, процесс замедляется. Потом мы приезжаем, дом подтавливаем. Процесс возобновляется. То, что стоит в погребе, ну, в принципе, там постоянно оно бродит, но при низких температурах. И вот такое медленное брожение. Там оно не останавливается. Вот оно как с осени пошло, да? Так вот, такое медленное брожение, оно очень хорошо на самом деле. Вот вся ароматика, да, она не выскакивает, грубо говоря, с бурно выделением углекислого газа, а остается в вине. Ну, в данном случае у нас там сидры. И мы, скажем так, их не торопим. Поэтому, если ваши вина бродят, то все с ними вообще хорошо. И ничего не надо делать. А если вы хотите, вот прям уже, вам очень хочется вина эти употреблять, пожалуйста, употребляйте, если вам они, опять же, вкусно, хорошо, все, все нормально, да, ничего страшного, если оно там чуть-чуть бродящее. Если вы уже укупорили, открываете, у вас там брызги шампанского, пена морская, это тоже абсолютно нормально. Ну, шампанское делают таким образом, пятнаты делают таким образом. Ну, получился газированный напиток, наслаждайтесь газированным напитком. Если вам не нравится состояние, вот такое газированное, налейте в бокал, поболтайте, дайте возможности углекислому газу выйти и спокойно употребляйте. Если там нет каких-то явных пороков, которые вы бы чувствовали, резких неприятных запахов, вкусов, да, значит, все с вашим вином хорошо. То есть, вообще, вино это напиток, который живет в своей жизни. И поэтому вот такие вот длительные брожения, это абсолютно нормально. Мое мнение, не нужно пытаться что-то останавливать, не нужно пытаться как-то вот вмешиваться в этот процесс, потому что спрашивают, ой, может мне пастеризовать, мне уже хочется разлить, зачем? Ну, хотите его употреблять, пожалуйста, потребляйте. Ну, розлив от того, что вы его разольете сейчас или через два месяца по бутылкам, ну, разница их как бы для вас, ну, в общем-то никакой дате процессом завершится. То есть, это абсолютно нормально. Конечно, для того, чтобы не тянулась такая резина, да, надо было бы создавать идеальные условия, да, то есть постоянная температура, при которой вино выбраживало быстрее. Ну, например, вот у нас таких возможностей нету. И, в общем-то, я не тороплю. В прошлом сезоне розлив был, вино бродило до середины июля, да, июля. И после этого я разлила его по бутылкам. Прекрасное вино, все с ним хорошо, то есть, в принципе, вином. Ну, можно, конечно, некоторые вины пить молодыми, но можно давать им созревать, опять же, вот, проходить все стадии, которые им положены, и не спешить. Про то, как лучше, вот, зрелые вина, да, либо молодые, мы с вами как-нибудь поговорим отдельно. Сегодня у нас про длительное брожение, так повторяю еще раз. Это абсолютно нормально. Торопить никого не нужно. Единственный момент, на который я бы все-таки хотела обратить ваше внимание, как-то был комментарий, что да, вино начинает повторно бродить, там, ну, в какой-то период, мне кажется, что в том комментарии упоминалось про лето, я точно не вспомню, и это значение не имеет. И при этом оно мутнеет. Так вот, насчет мутнеет, вот там я бы забеспокоилась, потому что в процессе, скажем так, ну, созревания, да, в процессе приготовления вина, оно должно осветляться. А если оно начинает повторно бродить и мутнеет, то вот там есть смысл задуматься, ну, опять же, по моему опыту, по моим знаниям. А я прочитала ни одну, ни две, и ни три книжки по виноделию, и это учебники, да, они какие-то там народные рецепты, так, ну, это говорит о том, что начинаются какие-то неблагоприятные процессы. Единственный вид помутнения, который как бы не страшен, это помутнение кристаллическое, когда в вине начинает перламутр такой плавать, как блестки, как будто вот женские тени для глаз кто-то насыпал туда. Вот это помутнение нормальное. Все остальное, ну, я бы задумалась. Мое мнение, что что-то там не так. Ну, как проверить, да, смотрим запах, вкус. Вот это вот все. То есть вот на это обратить внимание следует. Даже, опять же, по нашему опыту прошлого года, когда у нас было вот такое длительное брожение, за все время, с осенью мы два раза только сняли с осадка вино, и я показывала этот ролик. Кому интересно, оставлю ссылку под этим видео в описании. Вот один раз мы сняли с толстого осадка, а потом второй раз вино было снято с осадка вот перед розливой, в середине июля, и в бутыле осадка практически не было, вино было кристально прозрачное. То есть на это можно обращать внимание, на прозрачность, да. Если оно было мутное, вот еще один момент, тоже недавно был в комментарии, что если вино было мутное и осталось мутным, это может быть нормой, потому что, ну, там, от того, как дробили, от того, как готовили, может зависеть вот эти процессы осветления. Если оно уже было прозрачным и стало мутным, есть смысл задуматься и проверить, все ли там хорошо. А так, еще раз повторяю, что длительное брожение для вина абсолютно нормально. По крайней мере, до конца весны замечено, да, не одним поколением виноделов и беспокоиться не стоит. При этом, если хочется потреблять это вино, можно смело потреблять. Оно хорошее, если вам оно вкусно, ну, потому что вино развивается в процессе, оно меняет свой вкус. Так вот, если вам его приятно пить, если вам его вкусно пить, пейте на здоровье. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на другие полезные видео, ссылка на плейлист по домашнему виноделю, где есть практически вся информация по данному процессу, а также ссылка на каталог наших сортов и награды и контакты. И до новых встреч!